ребят всем привет не пугайтесь скоро это не накрашено страшно лицо исчезнет в общем мне пришла в голову отличная идея как разыграть маму а точнее моя мама сейчас находится в ксетогорске она на карантине она живет на даче специально все отстрагировалась а я подумала почему бы мне не приехать к ней на дачу расставить скрытые камеры и 24 часа скрываться от нее но помимо того что я буду следить за ней через эти камеры я буду поцеловать и разные подарки например продукты или же деньги но все буду делать так чтобы она не спалила меня мне кажется что это очень интересная идея потому что ничего подобного на моем канале не было это такое интересное шок мне кажется так что погнали собирать вещи в магазин за продуктами и будем будем творить шоу погнали тогда я уже нахожусь в бакситогорске я сейчас напротив своего квартала специально затаилась в кустах чтобы если что мама меня не видела потому что она собирается ехать бабушки и как раз таки когда она поедет к бабушке я прошмыгнул к ней на дачу давайте сначала позвоним ей узнаем где она может она уже выехала и у меня времени вообще нет я может опоздала вообще мам привет привет что делаешь так бабушки ну хорошо а то я просто поболтать хотела ничего важного ладно давай пока сейчас она уедет бабушки я сразу вижу машину если она будет проезжать сразу же подъезжаем к дому я прячу твою тачку разрешиваю камеру и мы начинаем творить наше добро зло звучит пафосней но мы будем творить добро так что ждем когда мама чали на самом деле мама просто офигеет когда увидит меня потому что я сегодня говорила что у меня очень забитый график что якобы у меня очень большой проект мне нужно снимать сегодня целый день видео и она вообще не рассчитывает что я к ней приеду так ребят погнали все идеально мама свалила машины ее нету мы проникли на дачу мама пора тебе прятать или придумать новое место куда-то прячь свои ключи теперь осталось понять какой из этих ключей для этого дома опа прикиньте это у нас такая баня маленькая я даже выпрямиться не могу ну что камеры я расставила я не могу к сожалению сразу спрятаться в то место где я буду сидеть у меня есть компьютер с которым как бы связаны мои камеры я буду все смотреть через них но это место находится на втором этаже потому что мама туда не заходит уж на его больше используют как склад я не могу сейчас там оказаться потому что вы сами понимаете как бы дверь должна быть закрытой сейчас она когда откроет дом я смогу проникнуть внутрь когда она куда-нибудь куда куда она поехал не не понял куда поехала а ночью я дома от бабушки приехала вошла на даче в смысле не думала на даче вся что-то устала а Очень сложно без компьютера наблюдать, что происходит, но я так поняла, что мама сейчас ушла в баню, и у меня есть шанс прошмогнуть на второй этаж. Так, все, я в доме, и сейчас я первым делом хочу подложить ей первую штуку, я хочу подложить ей тысячу рублей, правда не знаю куда, но типа она ее выронила, посмотрит на ее реакцию. Она может подложить, как ты будь, под коверок, и ее тапки поставить вот так, она захочет побыть свои тапки, такая херак, а че тут такое, все супер. Я еще нету, погнали на второй этаж, прости маму, но я в обуви побегу, е-мое, ай, закрыто, так, как бы это сделать, тихо, да капец. Ой, тяжело. Просто здрасте, просто как дела? Тихо, 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 тихо. Жуть какая, особенно вот эту вот увидеть. Она точно меня здесь не ожидает увидеть, главное не ходить, когда она будет в доме, потому что, слышите? Вот такое я себе гнездышко обустроила, на самом деле здесь очень холодно, я не знаю, насколько много я смогу продержаться. Я взяла с тобой макбук, потому что благодаря ему я буду отслеживать все, что происходит на камерах, все, что происходит в этом доме. Проверка камер, работает, 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 работает. Камеры работают, все отлично, все видно, все слышно, супер. Я надеваю наушники, чтобы ничего не слышно было, если вдруг мама в доме будет. Вот я знаю, что там мама делает. Если честно, я офигею, если она не найдет, то просто мимо пройдет тысячи. Давай, найди. Повару, она-то уронила, наверное. Типа уронила, ничего себе, серьезно. И никакой радости. Типа, о, я косарь нашла. Если бы я вот так шла и нашла косарь, я бы, не знаю, я бы прыгала от радости. А она такая, а, косарь, ну ладно. Пока ничего не происходит, мама там в бане моется. А это что такое? О, господи, это мой рисунок с 8 марта. Это зайчик. Вот понимаете, вот это творение. И моя мама, вот у меня есть, кстати, смешное видео в ТикТоке, где моя мама, как бы, изображает, что я создала шедевр. Собственно, про этот шедевр ушла речь. Я сейчас просто чуть не усрялась, ребята, я чуть не усрала. Что это за много? Господи, что это такое? Это что такое? Это нос в пластилине у нее? Здравствуй, женщина. Почему у тебя башка пробита? Это капец, хорошо, что сейчас не темно, потому что, ну, прикиньте, я такая стою вам рассказываю, резко оборачиваюсь. Та-да-да-дам. Пока ее нету в доме, я предлагаю сейчас бегать и подложить ей первый подарочек. Так, тихо. Слушайте, страшная штука, пипец мне страшная. Почему маме надо было закрывать ее? Смотри, блядьки. В общем, вот те продукты, которые я маме покупала, и я здесь написала записку. Помощь пенсионерам, сухой паек, без контактной доставки. Я надеюсь, что она поведет. Поведется, точнее, я вот так вот это сделаю под забором. Или как сделать? Под забором она увидит, интересно. Вот так. Вот так записка, записка, записка. И мне надо куда-то спрятаться. Ну, точно, я с пеношином буду снимать. А сама за конец она спрячусь. Теперь фигня, сколько у меня вот так вот сидеть, блядь, и ждать, когда она выйдет. Мама просто. Бог дает, надо брать. Мне очень жалко, что я не смогла посмотреть момент, как она получила продукты. Вообще, что она испытала в этот момент, потому что я в этот момент сидела за машиной. Но я сейчас, наверное, смонтирую так, что я сейчас посмотрю запись. Для меня-то это впервые. И сразу для вас лично вставлю со своими комментарием. Мне кажется, так будет даже удобнее. Так что давайте посмотрим, как она вообще отреагировала. Она собралась звонить подружке и чего? Она собралась кому-то звонить и говорить об этом. Только поди мне. Привет. Чем занимаешься? Цветники чистили сыркой. Слушай, а тебе не прислали никакого подарка от правительства? Пайка никакого сухого? Нет, пайка нет. А мне три с половиной тысячи Марина привезет сегодня. О, тебе хорошо. У меня на даче я выхожу из дома. Сумка стоит в пятерочке. В ней макароны, рис, масло сливочное, сыр, яйца, сосиски. Короче говоря, я даже кофе завару и поставлю. И записка написана. Помощь пенсионерам. Сухой пайок. Опять я не знала. Я даже не думала, что она позвонит кому-то, реально похвастается. Как она могла на это повестись, я просто не понимаю. Она реально на эту фигню повелась. Еще позвонила подружке, похвасталась. Потом, когда она узнает, что это в съемке видео, она такая подружке позвонит, скажет, слушай, а мне вообще-то ничего не прислали. У тебя вот уже три тысячи есть. Ладно, пока мама ушла из дома, я предлагаю спуститься и куда-нибудь еще подложить тысячу рублей. Я хочу куда-нибудь сюда подсунуть. Не знаю, куда можно ее взять, чтобы она увидела именно. Так, а если сделать вот так? Как раз как будто она прям вот из сумки вывалилась. Потому что так же сидит. И дома, а так и видишь, приеду в сад, все это тут. Ну, сама понимаешь, сад есть сад. Тут походить можно, погулять можно. Ну да. А у вас как дела? А у нас погода отвратительная, дождь, холод. На камере видно? Тихо, видно. Здесь вот такие вот формы. Тут пять тысяч лежит, это пять тысяч я и кинула. Ну ладно, не буду отвлекать, давай езжать. Ну давай, Светочка, хорошо, спасибо. Ага, давай, пока, дорогая, пока-пока. Господи, да что ж у меня сегодня падает-то? Деньги, сумки вываливались. Тихо, кошелька нет. Это что же они у меня просто так лежали? Обалдеть. Ничего себе. Ну сегодня день чудес, ей-богу. Это что? Да это что сегодня за день-то такой? О, Господи Иисусе. Звонит кому-то. Кому интересно звонит. Чудеса решит все. Кто-то мне звонит. Кто-то пять. Алло. Лен, привет, что делаешь? Давай быстрее, что надо? Что случилось? Да прикинь, какие-то чудеса. Кто-то ходит, издевается походу нам давно. Или я не знаю, или я с кормалов валюсь. Кто-то тысячу нашла, сейчас в баню захожу. Чего? У меня связь плохая, чего? Я говорю, в баню захожу, на полу пять тысяч валяется. Просто сложены так вот и валяются. Представляешь? Кто-то аккуратнее хочет, деньги разбрасываешь, потом... Да я не брала с собой, я брала с собой, это, две тысячи бумажки. Она шла уже и тысячу, и вторую, и уже... Ну, не барабашка, мама, не барабашка же тебе их принес. Ну, прям знает. Ну, давай потом созвонимся, я видела, снимала. Да ну тебя, вообще, чудеса. Ну, давай. Вообще. Я зачем-то ведь шла. Господи, я забыла, зачем ушла. Мама зачем-то пошла в спальню. Телевизор стали посмотреть или чё. Я предлагаю подложить последнюю вещь. Я ей купила сразу, там, три дезодоранта, две шампуни, там, три геля для душа, ферри. Короче, всё-всё-всё вот это купила. Это те вещи, которые необходимы человеку, чтобы как можно меньше моя мама выходила лишний раз в магазин, потому что сейчас коронавирус. И я сейчас его подложу, это последний подарок, но я уверена, что на тысячу процентов, что она сразу спалит нас, она сразу поймёт, что здесь что-то не так. Но я ей на протяжении всего времени скидываю фотографии, видео, что я нахожусь сейчас дома, что я сейчас в Питере нахожусь и так далее, и так далее. Поэтому она, мне кажется, даже не догадается, что я заранее всё просто отсняла, для неё весь диалог. Мне маме купила 12-руловых туалетных бумаги. Также я купила здесь её любимые чипсы. Очень много мыла жидкого, вот. Несколько зубных паст, дезодоранца, получается, гели для душа, губки, фели, несколько шампунь, несколько гелей для душа, три штуки, по-моему. Короче говоря, здесь очень много всего, чтобы она не ходила больше за такими вещами базовыми. Вот. И сейчас надо как-то ей передать это. Я боюсь, что я не успею добежать. Я хочу к машине или куда-нибудь, или туда спрятаться. Вот оттуда, кстати, я могу снять, она не увидит. Она будет смотреть туда, потому что оттуда люди пришли. Короче, это фана. Страшно. Кто-то стучит, что-то. Заходите. Кто-то. Кто-то. Она пошла проверять. Черт, как бы не спалится. Она пошла проверять. чудеса ну на минуту-то хоть поговори у меня чудеса происходят сегодня вообще не знаю что думать то деньги нахожу то продуктов сумка сейчас это вообще маразм какой-то шампуни дорогие и чипсы дорогие я уже выбежала на улицу посмотрела во все стороны кто-то в день постучал я чай пила пока я оттуда дошла уже никого это вообще просто я не знаю кто-то издевается потом мне счет предъявит или чё вообще не понимаю приятно приятно конечно я не брала сегодня с собой такую 2000 бумажкой на карточка я сегодня кур покупала я специально не отдала эти деньги под кошелек смотрел с карточки перевоз сделала онлайн это сбербанк ей за кур 2000 а деньги не брала с кошелька может быть это нормально я видела такое по интернету очень многим ой у нас у нас может тебе кто-то носить ты чё короче если меня убьют имей в виду что кто-то тут на меня покушается со своими дарами я знаю что за все есть плата поэтому не знаю ну короче вот так прислал кто-то не знаю кто ну ладно давай тогда меньше накручивай себя я вернулась как она просто может на это вестись я не понимаю я думала все это последняя будет весь последний подарок она как бы уже никто не ну все она уже поймет мама нельзя быть настолько доверчиво это что чё это она делает она шашлыки забралась готовить я значит тут голодаю она там же шашлыки пожарить и тоже хочу шашлычку мне кажется я сейчас весь макбук залью слюнями господи это вкусно тоже хочу шашлыка так ребят по ходу скоро буду скрываться я не выдержу такого накала особенно когда насчет его жарить это на мангале этот запах опять я чувствую запах шашлыков я больше не могу на числе не пойдут короче все я спускаюсь давайте сдаваться потому что я уже не могу так я очень-очень гусать я очень голодная мне очень холодно и уже не могу так мне даже насморк появился все погнали сдаваться как такое могло произойти что за магия в них лагворца приветики здравствуйте целоваться не будем коронавирус мать давай припарку и смещу тебе рассказать ну шо мать нежданчик нет это я была у тебя в короче подачи расставлены скрытой камеры я с тобой следил я я в курсе я его раскрыл тут и даешь а я тетянину свистела получается а я видела пойдем покажу ну пойдем покажу слушайте теперь спать страшно всем привет так что мы все видели что ты тут делала ну давай тогда напоследую скажем ребята если вам понравилось это видео то поддержите пальчиком вверх мне очень понравилось подарки мне понравились денежки понравились ну еще бы вот подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами совсем-совсем скоро я просто хочу побыстрее я заканчиваю так быстро и спонтанно потому что хочу поесть шашлыков то я голодный целый день даже я как чувствовала надо сегодня именно захотела шашлыков просто захотела она все спасибо пока субтитры сделал DimaTorzok я